Друзья, здравствуйте, уважаемые зрители. Мы начинаем наши программы. Понедельник, 15 ноября 2021 года. Время 6 часов утра. Это город Чикаго. 14 часов в Израиле и 15 часов время московское. На связи, как всегда, по понедельникам Александр Рыбалко. Доброе утро, наши дорогие американские водеослужители. Если кто-то уже проснулся в такую рань, я никогда. Добрый день, наши израильские и европейские водеослужители. Надеюсь, у них сейчас обеденный перерыв. И они сейчас вкушают свою трапезу. Ну и слушают наши разговоры, рассказы, которые, надеюсь, достаточно интересны. Да, и вы знаете, у нас есть зрители, не только зрители, которые в этот час, такой ранний, которые еще только, может быть, и не проснулись, как вы говорите, в Соединенных Штатах, уже легли спать. Как вы думаете, где? Ну, я думаю, на Дальнем Востоке. Где-нибудь в Владимиростоке. На Дальнем Востоке еще, может быть, не так поздно. Там 10 часов. Но в Новой Зеландии и в Австралии уже 12. Хотя нет, уже даже час ночи. Когда начинают трансляции в субботу в 5 утра, то Елена Смирнова, наш преподаватель нашего университета, хоть бью уже полночь, 12, поскольку сейчас 6 утра. На Дальнем Востоке, да, 23 часа, а в Новой Зеландии уже час ночи. Так что география большая, но у вас удивительные вещи происходят. Вот я смотрю на другой монитор, где мы сейчас будем об этом с вами говорить, и где вы будете рассказывать, что там происходит. Вот. И вот я вижу фотографию, там колодец, понимаете. У колодца не забыть, ты упасть на дно колодца, да? Да, я сейчас буду рассказывать о нашей экспедиции, которая произошла на прошлой неделе. Это наша группа Space Finder, Космопоиск, Такир, Садот-Алам, ТАСА. Такир, Садот-Алам, это означает исследователи тайн Вселенной. Несмотря на все ограничения, которые представит пандемия перед нами сообщество, вы тем не менее... Да, не смотря на все карантины, мы постоянно ездим в экспедиции. Единственное ограничение, мы летом не ездили, потому что этим летом было страшно жарко в Израиле. Вот, просто очень... У нас и сейчас еще жарко, вот, у нас на улице 28 градусов. Серьезно? Да. А летом, понимаете, летом было под 40, а на солнце и того жарче, поэтому нет, практически вот полтора месяца, почти целый июль и август мы никуда не выезжали. Вот, просто из-за жары. Понятно. Так мы начнем, наверное, с этого путешествия, да? Да, да. Это, смотрите, это Тельцапит, колодец Тельцапитя. Давайте небольшое сделаем. Можете какую-то другую фотографию показать? Вот, это не самое интересное. Вот, давайте мы немножко-немножко... Ооо, а это как у вас самое интересное. Ну, пускай оно уже и будет. Вот, а потом мы покажем еще несколько фотографий. Вот. Значит, давайте начнем нашу историю с 1312 года до Новой Эры. В это время евреи вышли из Египта. И надо сказать, что эту дату можно считать довольно-таки точной. Вот, выход евреев из Египта. Они подошли к Кадеш-Барнеа. Это такое место, горная гряда, потом там город стоял. Это место известно довольно давно. Кадеш-Барнеа. И оттуда Моисей послал разведчиков в землю Израиля. Ну, разведать, что нужно делать. Вот. Как нужно готовиться. Меня слышно, да? Алло, меня слышно? Меня слышно? Я не слышу ответа. Вас прекрасно слышно. Ага. Я хожу, когда вас не будет слышно. Хорошо. Значит, смотрите. Моисей послал разведчиков из Кадеш-Барнеа. Сегодня это место расположено на египетской границе. Мы обязательно собираемся туда съездить. И разведчики, 12 человек, они вернулись в ужасе. То есть, я так понимаю, Александр, простите, это был прообраз вашего МОСАДа. Разведчики там, понимаете. Да, но евреи всегда послали разведчиков, потому что, ну, как же без... Моисей прекрасно понимал, ну, как же без разведки, можно зайти в другую землю, начинать войну. Естественно, нужны разведовательные действия. И разведчики пришли в ужасе. И они сказали, мы никогда не завоюем эту землю. Давайте лучше вернемся в Египет. Зачем ты вывел нас оттуда? Что же так напугало разведчиков? Они увидели в Израиле великанов. Это написано прямым текстом в той, в Пятикнижии. Надо сказать, у великанов было особое свойство. Они умели наводить страх на людей. Как они так действовали? Возможно, биополем. Вы знаете, это вот такое свойство великанов. Кроме того, кстати говоря, это свойство снежного человека. То есть само его присутствие вызывает в человеке ужас. И надо сказать, потомки великанов, люди с огромного роста, тоже они могут, ничего не делая, просто вызвать в людях ужас. Вот, скажем, известно о Николае Первом, который был, как мы считаем, одним из потомков великанов. Его рост был 2 метра 5 сантиметров. При этом учтите, что средний рост человека тогда был метр 60, метр 65, то есть в середине 19 века. Пишут современники, что когда он входил в комнату, просто на людей нападал страх, людьми овладевало оцепенение. Вот, хотя он сам по себе ничего страшного не делал. Он не мог бить людей, тем более дворян. При нем не было свертной казни. Но Сталина, скажем, да, и других правителей, их так не боялись, как Николая Первого. Вот, он наводил страх самим своим появлением и колоссальным ростом, и вот какой-то вот такой биоэнергетикой. Вот, и, значит, разведчики увидели великанов. Великаны жили в нескольких местах. Они жили, очевидно, кланами или большими семьями. Они жили в Хевроне, они жили в Гате, они жили в Экароне. Кроме того, они жили на Голланах. Там было царство, которым руководил, царем которого был Ог, царь Башанский. Вот, ну, сразу поэтому в Израиль евреи не зашли, а 40 лет передвигались. Ну, значит, что бродили во пустыне. Не значит, что они непривно шли. Они находились на Синайском полуострове, вот, и передвигались там от Азиса к Азису. То есть не следует думать, что евреи шли 40 лет подряд. Они приходили в Азис, где-то год там жили, потом перебивали в соседний Азис, еще там год проводили. Вот где-то 38-39 Азисов они посетили во время пребывания своего на Синайском полуострове. После этого все-таки зашли в землю изарайльскую. И тут надо опять вспомнить Гат. Это был один из городов, который был захвачен войсками, так сказать, Ешуабенуна. Войсками евреев, которые зашли в святую землю. В Израиле, как вы знаете, есть такой город, который называется Кирят-Гат. Многие думают, что он назван в честь библейского Гата. Так вот, это ошибка. Ошибку допускают не те, кто так думают, а те, кто так назвал город. Когда основывали город, было примерно 60 лет тому назад, в это время производили раскопки. И было известно, что вот на юге Израиля имеется пять городов, в которых жили филистимлиния. Это Аждот, Ашкелон, Газа, Экерон и Гат. И вот начали раскопки небольшого холма. И решили, что это библейский Гат. И назвали город, который начали строить рядом, назвали Кирят-Гат. Прошло лет, пожалуй, 30. В 89 году начали раскопки на холме Тель-Цапит. И увидели, что да, это действительно был большой город. А Гат, о котором говорится в Библии, это был большой город. А поселок, который находится возле Кирят-Гата, это совсем какое-то небольшое поселение. Но город уже переименовывать не стали. Чем известен Гат? Библейский Гат, я имею в виду. И почему мы туда отправились? Известно, что там жил Голиаф. Вот, там жил Голиаф. Который сражался с царем Давидом. Вот тогда он еще не был царем. Вот. Голиаф был огромного роста. Его рост описывается как 6 локтей и 5. 6 локтей и 5. Сколько это в наших мерках. Вот. Еврейский локоть, да, он немножко отличался от египетского локтя. Еврейский локоть это 48 сантиметров. А 5, 5 имеется в виду ладонь. Ладонь вот так вот по ширине, вот я показываю. Да, 8 сантиметров. То есть общий рост Голиафа, согласно редкому завету, был 2 метра 96 сантиметров. Много это или мало? Может ли у человека быть такой рост? Вы знаете, вполне может. В начале, да, вот уже умер в 20-х годах прошлого, то есть 20-го века, жил такой ярмарочный великан Федор Махнов, который, так сказать, ну он работал великаном. Он выступал в цирке, поднимал там лошадь. Есть много очень фотографий, с ним даже выпускались открытки. Так вот, его рост был 2 метра 85 сантиметров. То есть, смотрите, это почти, практически рост Голиафа. Вот, еще все-таки давайте учтем, что, возможно, рост Голиафа был немножко преувеличен. Скажем, может быть, на эту 5 его рост и преувеличили, чтобы подчеркнуть подвиг царя Давида. То есть, вполне могли быть люди такого роста. Сегодня мы знаем, что среди американских баскетболистов есть люди огромного роста. Вот, скажем, известнейший Шакил О'Нил, да, игрок в NBA, он уже не играет. Шакил О'Нил, его рост 2 метра 35 сантиметров. Вот, то есть, вполне мог бы сражаться с Голиафом на равных. Крим Адул Джабар, тоже известнейший баскетболист. Вот, он и актер, и снимался в фильме с Брюсом Ли, вот, «Игра в смерть». Его рост, по-моему, 2 метра 45 сантиметров. Вот, то есть, это все уже недалеко до Голиафа. Да, известный баскетболист Филипп Киркоров. Ну, он маленький. Его рост, это, 22 метра с лишним. Вот, он все-таки не баскетболист, а певец. Вот, однако, 2 метра, это тоже, тоже достаточно большой рост. Вот, хотя, конечно, не великанский. Вот, то есть, кроме того, мы в Танахе обнаруживаем еще интересные подробности. Потом войскам царя Давида пришлось столкнуться с братом Голиафа, который тоже был убит. Ну, был ли это родной брат, или это был просто какой-то родственник, человек из клана, неизвестно. Однако, мы видим, что действительно существовали великаны. Вот, и действительно, они уже жили в то время небольшими кланами. А надо сказать, а в то время, когда разведчики, дело происходит примерно в 1000 году до Новой Эры. То есть, через 300 лет после того, как евреи вышли из Египта и завоевали землю израильскую. То есть, через 250 лет после того, как евреи завоевали землю израильскую. Великаны еще продолжали существовать на земле Израиля, хотя и в больших количествах. Итак, что мы хотели увидеть в Тельцепите? Есть ли какие-то следы проживания там великанов? Не пребывания, но великан может, так сказать, пристроиться везде. Великанскую кровать мы не ожидали увидеть. Однако, каково свойство великанов, что они оставляют, так сказать, на месте своего постоянного жилья, они оставляют мегалиты, то есть, огромные камни, из которых они строили свои жилища или культовые принадлежности, и оставляют дольмены. Что такое дольмен? Это сооружение, как мы предполагаем, для похоронных обрядов. Дольменов есть большое количество, например, в России, по Северному Кавказу. Но, кроме того, большое количество дольменов есть и в Израиле. Однако, что интересно, они никогда ранее не встречались южнее широты Иерусалима. Вот это загадочно. Почему гиганты не жили в южной части Израиля? Мы не могли этого объяснить, и выехали в экспедицию в Тель-Цапит. Где он расположен? Он расположен к востоку от города Кириат-Малаки. Примерно 15-20 минут езды. Скажем так, вот этот вот гад, расположен от библейского гада, тоже, в принципе, по американским меркам, совсем не так далеко. Примерно в получасе езды. Вот так вот. То есть, это недалеко. Откуда взялось название Тель-Цапит, и почему мы предполагаем, что Тель-Цапит – это именно то место, где мы были. Название Тель-Цапит – это холм. Вот это, кстати, я сейчас про это расскажу. Происходит от глагола «лецапот» – высматривать. Ну, кто был в Израиле, наверняка знает один из святых городов иудаизма – город Цфат. Цфат тоже происходит от глагола «лецапот» – высматривать. Почему он так называется? Потому что он находился на вершине горы, и оттуда вот высматривали, не идут ли враги. То же самое с холмом Тель-Цапит. Подъем на него довольно тяжелый, но при этом надо признать, что, конечно, вооруженные какие-то вот противники, им тоже было бы очень тяжело туда добраться. Тем более, подножье холма усеяно холколитическими пещерами. Вот пещерами времен Бронзы. Одну из пещер мы наблюдаем, вот как раз на этой фотографии, что это такое. Мы думаем, что это останки холмового комплекса. То есть там вот, куда поднимается тропа снизу, она поднимается двум пещерам, которые находятся на большой высоте. Вот, то есть снизу к ним подобраться нельзя. Очевидно, есть какой-то ход подземный, видно, давно заваленный, который идет сверху холма, внутрь этих пещер, потому что снизу видно, что у пещер гладкий обработанный потолок. Но забраться туда нельзя. Снизу стена гораздо выше человеческого роста. Очевидно, в этих пещерах сидели стражники. И кого не хотели, того не пропускали с помощью луков, копий, ну и так далее. Даже и обычных камней. Вот, то есть нежеланные гости на Тель-Цепит забраться не могли. Далее, обходя холм справа, мы наткнулись на целый ряд обработанных вот таких вот пещер. Какова версия ученых относительно этих пещер? Они считают, что это были колумбарии. То есть помещения, где хранились голуби, которых использовали для почтовой связи. Вот. Ну, мне эта версия представляется, мне, даже нам в Sprint Finder, да, в космопоиске. Версия представляется более чем спорной. И вот почему. Мы никогда не видим в исторических источниках текстов, записок или чего-либо прочего о развитой голубиной связи. То есть по огромному наличию не в Тельцепите, а в Тельговин, да, по наличию огромного количества пещер с такими выемками, казалось бы, этих голубей должны быть, я не знаю, там сотни, тысячи. И они должны просто летать туда-сюда. И должна быть связь, я не знаю, ну, не хуже современной почты. Однако, в исторических источниках нигде этого не отмечается. Почтовая голубиная связь, но это скорее большая редкость. Вот. Кроме того, следует еще учесть вот такой фактор. Голубиная связь, о которой мы знаем, да, которая существовала в основном в 18-19 веках. Вот. К лапкам голубя привязывали тоненькую, как сказать, тоненькую записку, сделанную обычно на папиросной бумаге. И там немножко писали какие-то данные. Если же мы говорим о временах Баронцевого века, то, извините, что могли привязать к лапе голубя? Вот. Даже пергамента не было. Но папирус, папирус тоже довольно тяжелый, и на маленьком кусочке много не напишешь. Глиняный, чаще всего, с этом записи, кстати говоря, в Израиле, вот в этом регионе, в Южном Ливанте, служили глиняные остраконы. Это кусочки керамики, на которой выцарапывали какое-то сообщение. Но голубю это никак не привязывало, не взлетит с этим. Кроме того, мы обратили интересное внимание, внимание, на вот такой вот интересный факт. Вот. Что пещеры, которые находятся в Тельцапите, там вот таких вот выемок совсем немного. может быть на пещеру 3-4, то есть там держали целую пещеру для 3-4 голубей. Вот. Больше всего, мы увидим еще одну из фотографий, максимальное количество в пещере было 12 выемок, которые бы, может быть, и подошли голубям. Но, кстати говоря, мы видим, что сегодня там голуби не живут. Вот. И несколько больших таких ниш, ну, как сказать, пригодных скорее для индюков, чем для голубей. Вот. То есть все-таки по состоянию пещеры Тельцапита можно сказать, что это не был колумбарь, не держали там голубей. Вот. А то, что мы видим, это, скорее всего, комплекс пещерных храмов. Кстати говоря, кто там совершал свои обряды? Люди или великаны? Судя по размеру, скорее всего, это были человеческие храмы. Они довольно небольшие по своей высоте. Вот надо учитывать, конечно, что, как сказать, насыпалась осадочная порода. Но в лучшие времена, мы так думаем, в этих храмах, в этих пищевых мог стать в полный рост человек среднего роста. Где-то метр пятьдесят, метр семьдесят. Вот так. Можете показать еще пару пещерных храмов? Я давал фотографии. Вот. И еще одна ниша в скале. я вот сфотографировал попугайчиков у нас вызывали, возвели зеленые попугайчики из Африки. Вот. Летают просто дикие. Вот. А, вот смотрите, это интересно, это насколько я вижу, да, я все правильно вижу. Мы с вами говорили о мегалитах, об гигантских обработанных камнях. Вот. Ну, тут на фотографии, к сожалению, не очень хорошо виден масштаб. Вот. Это камни, обработанные высотой блоки, каменные блоки, высотой в 2-3 метра. Вот. То есть, это уже свидетельствует о том, что строили из таких гигантских блочных камней. Обычно это строительство скорее свойственно великанской цивилизации. Кстати, мне говорили, что где-то на Тельцепите лежат камни, обработанные так же, как и камни стены плача. Правда, я должен сказать, что мы не присылали фотографии, но мы сами их там не нашли. Ко мне всего несколько штук, мы их там не нашли, однако, тем не менее, на это стоит обратить внимание. Смотрите, за один раз, если вы поедете на Тельцепит, конечно, это не экскурсия, скорее, такая сложная экспедиция, и за один раз огромный холм с окрестностями, конечно, рассмотреть нельзя. Мы постарались рассмотреть по максимуму. Можно еще какую-то фотографию показать. Так, а это, ага, вот мы видим лунки, выемки в стене. Вот, они расположены во внешней стене храмового комплекса. У нас существуют разные мнения. Понятно, что это неожиданно для голубей. Они, во-первых, ничем не закрыты сверху. Второе, что они, ну как, они маловаты для голубей. Вот некоторые увидели, они великоваты, да, они для индюка. Эти маловаты для голубей. Но, однако, у нас есть предположение, что великаны имели свою собственную систему записи. Вот, они записывали вот с помощью таких вот лунок. Каждая из луночных комбинаций что-то означало. Ага, а вот это я стою возле совсем небольшой пещеры. Совершенно ясно, что она сделана искусственно. Вот, это не выемка, это где-то полуметровая ее диаметр, нет, пожалуй, сантиметров восемьдесят, и в глубину сантиметра восемьдесят. Можно предположить, что там, очевидно, стояла какая-то статуя, или, возможно, ставили какой-то светильник. Вот, это совершенно искусственная выемка. Значит, весь, все основание холма, оно сделано из, оно состоит из известняка. Вот, то есть, обрабатывать его было довольно легко. Но, опять же, мы, мы говорим, вот, да, когда мы видим эти храмы, это все храмы периода ранней и средней бронзы. То есть, где-то две тысячи лет до новой эры, вот, задолго еще до того, как евреи вышли из Египта, и, собственно говоря, задолго еще до того, как евреи стали народом. До этого это просто была небольшая группа таких вот бродячих поповедников, миссионеров. Можно еще какие-нибудь фотографии показать? Да, довольно вот, а нет, это один из участников экспедиции Андрей Лившиц лезет заглянуть в, лезет загрунуть в пещеру, значит, там есть еще пещеры, вот под этими пещерными храмами. К сожалению, это засыпано, он тогда посовывает руку, пытается что-то выскрести. Нет, видимо, возможно, там были какие-то подземные ходы, которые шли из глубин холма, но сейчас они уже засыпаны вследствие времени землетрясений и того подобного. Сейчас мы подойдем к важному выводу. Так, это, вот я стою, это, да, я стою возле пещеры Колумбария, вот она так называется. Однако, я прошу обратить внимание, что там всего-навсего 12, я не знаю, какие вещи называют, 12 таких выемок, да, говорят, что для голубей, не стоит содержать голубей, да, в таких небольших масштабах. В других пещерах выемок вот этих для голубей, да, их еще меньше. То есть, 3-4, ну, делали пещеру по 3-4 голубя, вот это максимально, да, пещера Колумбарии, 12 выемок. Возможно, мы предполагаем, что это что-то другое. Возможно, там стояли статуи, которые, или светильники, которые соответствовали 12 коленам из Ираиля. Вот, я говорю, содержать целую пещеру и держать там 12 колубей, ну, это очень невосточительно. Вот, за мной вот видно, кто может увеличить эту фотографию, кого может большой компьютер, там видно за мной ряд таких вот выемок. Это называется пещера Колумбарии. На самом деле, конечно, нет, это не помещение для содержания голубей. Ага. Вот еще, а вот сбоку там печей выемки довольно крупные. Вот, ну, не знаю, возможно, для содержания индюков. Вот, для голубей еще одна пещера. Нет, вот это та же самая пещера, но я уже ничего не заслоняю. Вот, снизу, возможно, след от подземного хода. Вот, он засыпан. Возможно, если бы его раскопать, это было бы довольно интересно. Однако, хочу подчеркнуть, что Тельцепид является национальным парком, и раскопки без разрешения на нем запрещены. Вот, мы все смотрим, осматриваем, подбираем что-то интересное с пола, но вести раскопки в археологических парках в Израиле, я думаю, кстати, что и в Америке без разрешения нельзя. Вот, что у нас следующее? это еще одна пещера, их там много, причем видно, что они все так хорошо оборотены, по-моему, только на подходе, вот, да, на подходе мы видели пещеры, вот, и так мы обходили, обходили, нашли эти пещеры, они маленькие, и вдруг мы видим, прошу показать вот первую фотографию, гигантский дольмен, гигантский, вот, как я уже говорил, дольмены связаны с цивилизацией великанов, вот, 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 предыдущая фотография, вот, обратите внимание, гигантский дольмен, вызывали есть, что удивительно, кстати говоря, в Израиле есть и совсем маленькие дольмены, ну, что значит совсем маленькие, вот, недавно мне прислали фотографию дольмены с Голан, там внутри просто сидит один человек небольшого роста, и он все заполнил, что это, что это, почему это было, может быть, потом просто люди, да, которые обслуживали великанов, построили дольмены для себя, тоже для похоронных обрядов, однако, этот дольмен, он огромный, там внизу, под ним, вполне, может стать целый человек, стать полный рост, видимо, эти дольмены использовались для захоронений, и мы это увидели, во-первых, мы, конечно, обалдели, это единственный дольмен, который находится южнее широты Иерусалима, по крайней мере, единственный, пока обнаруженный, вот так вот, второе, второе, что я могу сказать, из того, что мы видели, мы пришли к выводу, что доисторически, или скажем так, во времена бронзы, бронзового века, ранее, средней бронзы, в доеврейские времена, там люди жили совместно с великанами, очевидно, великаны жили на вершине холма Тельцапид, вот, а люди жили внизу, ну, опять же, там не очень внизу, люди жили у основания этого известнякового холма, и они поклонялись великанам, и это совместное сожительство продолжалось тысячелетия, вот, поскольку последние великаны уже были убиты при царе Давиде, Вопросы есть? Пока нету, пока нету, мы, может быть, тогда перейдем к следующему сегменту, вот, теперь поговорим о цивилизации великанов, так, Давид с Голиафом-то, да, Давид с Голиафом, Давид его убил с помощью прощи, кстати говоря, еще хотел добавить, медная кольчуга, понимаешь, да, такого большого, ну, опять же, смотрите, мы при этом не были, вот, но, в принципе, если попасть тяжелым камнем в лоб, даже очень такому большому, сильному человеку, вот, то, конечно, можно его привести, кстати, не совсем точно, что Давид его убил прямо из прощи, он ему потом голову оторезал, то есть, возможно, он ему просто попал таким тяжелым камнем в лоб, большой силы, и Голиаф потерял сознание, после чего Давид уже отчека выжил ему голову мечом, вот, медная кольчуга Давида, весело, я специально посмотрел и пересчитал в наши меры, она весила около 100 килограмм, вот, кстати, это тоже ничего особенного, вот, потому что недавно, вот, я читал новость, что невеста в Индии надела на себя 60 килограмм золотых украшений, вот, значит, жених у нее был богатый, она с трудом могла передвигаться, но тут мы говорим о сильном великане, воине, то есть он вполне мог надеть на себя и 100 килограмм при его огромной огромной росте и силе. Дальше, известно, что, говорится, что древко от его копья было величиной сткацки на вой, вот, а наконечник от его копья, наконечник копья, он был медный, это, кстати говоря, редкость по тем временам, и он весил 12 килограмм. Опять же, смотрите, очень высокий и сильный человек, это не какие-то фантастические цифры, высокий и сильный человек вполне может с этим совпадать. То есть, это не просто поднять кагерю, а управляться таким копьем. Вот, Давид, как говорится, его убил, вот, оглушил и потом голову отрезал. И сообщает нам, я же заметил, да. Вот мы сейчас говорим про великанов, рост которых каких-то два метра там с чем-то, но ведь... Ну, два метра, это как с Нагавани, да. Так это же не великаны, это вообще пигмей по сравнению с 20-ти метровыми скелетами, которые находят по всему, собственно говоря, миру. Более того, в Библии описывает, сколько лет они жили и какого роста они были. Это в Кали-юге было, точнее, это было в два пары юга, в предыдущую югу, всего лишь там несколько тысяч лет тому назад. 20 метров и тысячи лет жизни. Смотрите, я, честно говоря, не очень верю в 20-ти метровых великанов, вот, хотя, между... Смотрите, тут я говорю как физик, да, потому что им тяжело было передвигаться с точки зрения обычной, ну, с точки зрения обычной гравитации. Однако, почти трехметровых людей мы видели, ну, практически в наше время, да, мы читали о Голиафа, мы видели Федора Махнова, кроме него были тоже очень высокие люди, 2,60, 2,70, то есть, это нормальные люди, а людей ростом 2,30-2,40 мы сегодня видим, когда смотрим там матчи НБР. Вот, то есть, это не какая-то, не какая-то фантастика, а люди, которые мы можем просто видеть по телевизору. Вот, у нас есть, как бы, такая шкала гладиации, мы считаем, что те, кто выше 2 метров ростом, да, уже это потомки великанов какие-то. Вот, там люди, у которых появляются генетические линии великанов. Вот, Петр Первый был ростом 2,04 метра, сантиметра, Николай Первый был, 2 метра, 5 сантиметров. Вот, то есть, это, кажется, это небольшой рост, но когда мы видим такого человека, мы говорим, ого-го, вот, великаны, которые дожили уже до времен царя Давида, да, вот они были, скажем так, они были уже почти трехметровые, вот, почти трехметровые, но это, это вполне реальный рост. Обратимся теперь к истории, да, мы хотели поговорить о цивилизации великанов. Говорится о том, что рост Адама, опять же, надо ли это воспринимать прямо или как аллегорию, но говорится о том, что рост Адама составлял 50 метров высоту, то есть, 100 локтей, точнее, 100 локтей это 48 метров высоту. Вот, интересно, жалко я не послал вам фотографию, в Саудовской Аравии одна фирма, которая делает рубашки, вот, сделала рубаху на Адама, то есть, рубаха, которая подошла бы человеку высотой в 48 метров. Ну, вот, об этом, об этом и идет речь. 20 метров это были сегодня, допустим, если сравнивать, примерно метр 70, да, метр 68, метр 70, а те, которые, вот, как Адаму говорили, 50, это было примерно в наше время рост, ну, 2 метра, там, не знаю, 60, 2,70, 2,80. Вот, все сходится, казалось бы, да. Находили, знаете, по крайней мере, есть известие о том, что находили огромные скелеты, но все-таки мне кажется, что вот такой вот рост, да, 20-метровый, мне это кажется по его увеличениям. Нет, я опять же, я не буду, я не буду спорить, что нет, нет, такого не было, просто, личное мое мнение, мне это кажется преувеличением, хотя, возможно, опять же, когда мы говорим о великанах, у нас есть такая теория, что как бы было три волны, три волны цивилизации великанов, вот, первая, первая волна, это, она соответствует, если говорить, каким строением, да, каким остатком на земле она соответствует, она соответствует глазу Сахары, вот, это, есть такое, есть такая структура в Мавритании, вот, кольцевая, видимо, это был вулкан, который, кратировулкан, который позднее был обработан, приспособлен под жилье, либо под ритуальные цели, вот, и его возраст, это, от 500 миллионов до, когда заканчивали обработку, порядка 5 миллионов лет, то есть, речь идет о миллионах лет, и, возможно, речь идет о людях, вот, о великанах высотой в несколько метров, в несколько метров высотой, вот, были ли 20, но я не знаю, мне это кажется, что при увеличении, но, может быть, почему бы и нет, вот, вторая волна, это уже речь идет, о каких строениях типа мегалитов горной шурии, а, кстати, еще какие строения соответствуют первой волны великанов, наверное, мегалиты Австралии, вот, там, знаете, есть гигантская гора, Красная гора, я забыл ее название, вот, это на языке австралийских аборигенов, кто хочет посмотреть, напишите, Красная гора, Красная скала в Австралии, это поразительный мегалит, поразительный, там есть много, много древнейших мегалитов, вот, значит, второе, вторая волна цивилизации великанов, это порядка 225 тысяч лет назад, откуда мы берем, немножко больше тогда, откуда мы берем эту дату, очень просто, из Шемерского царовского списка, мы складываем время жизни всех царей, которые приведены в царовском списке, получаем 225 тысяч лет, мы добавляем к этому, что Шемерский список был создан примерно 5 тысяч лет назад, вот, где-то 230 тысяч лет назад, и чему это соответствует, соответствуют мегалиты горной шории, соответствуют, может быть, карельские мегалиты, да, в Карелии, вот, таких мегалитов, которым сотни тысяч лет, их много, вот, согласно мнению Александра Колпипина, с которым, которое мнение веское, возможно, это базовые мегалиты, на которых построена стена плача, если мы опустимся в туннели под стеной плача, а вход туда свободный, ну, как свободный, там за 30 или за 50 шекелей, там, в музее есть целый маршрут под стеной плача, мы можем увидеть гигантские мегалиты по 500-700 тонн весом, вот, в этих мегалитах торчат окаменелые, ну, не осколки, как обалки дерева, да, мы знаем, что дерево окаменеет за время порядка 120 тысяч лет, то есть, вот эти вот, эти вот балки, да, которые использовались, очевидно, при переноске блоков, им, ну, более 120 тысяч лет, то есть, мы говорим о второй волне великанской, цивилизации великанов, и, наконец, третья волна, которая началась совсем недавно, 14-15 тысяч лет назад, с появлением человеческой цивилизации, с появлением то, что мы называем неолитической революции, вот, то есть, революции в сельском хозяйстве, люди смогли перейти от охоты и собирательства к развитому сельскому хозяйству, вот, и эта цивилизация угасла практически на наших глазах, то есть, порядка трех с половиной тысяч лет назад, опять же, это не значит, что она мало существовала, она существовала порядка 10 тысяч лет, вот, наша цивилизация сейчас только не живет, вот, но, тем не менее, цивилизация угасла, и то, что мы сейчас видим, это только ее генетические, генетические следы. Было бы интересно, кстати говоря, взять пробы ДНК у людей огромного роста и сравнить, но имеется в виду здоровых людей огромного роста, не кроме галиков, а просто очень высоких людей, вот, сильно за два метра, вот, и сравнить, может быть, между ними окажется что-то общее. Еще интересная особенность, которая указывается в Танахе, в Ветхом Завете, что у Голиафа и у его брата было по шесть пальцев на руках и ногах. Кстати говоря, известный знак, который оставляли люди, да, среди петроглифов, это вот такой вот знак, да, оставляли, показывали Петерню, смотрите, я человек, я не из племени великанов. Вот, в нескольких культурах отмечено, что вот были, имели по шесть пальцев на руках и ногах. Это, видимо, связано с тем, что это была какая-то особая человеческая раса. Вот, кстати говоря, интересная история, но, правда, никто ее не касается нашей экспедиции, вот, что в одном индейском племени, Алганкинов, по-моему, существовала легенда, что рядом с этим племенем жили великаны, уже, ну, в историческое время. Вот, и ученые воспринимали это просто как легенду. И когда стали проводить раскопки недалеко от кладбища Алганкинов, так говорят, вот это, а там кладбище великанов. Ну, не относились к этому серьезно, неожиданно нашли людей 2, 2, 10 метров остров. А, надо сказать, американские индейцы, в основном, они низкоростные, где-то порядка полутора метров. Вот, и действительно, вот эти люди, 2, 2, 10, они казались Алганкином, великанами, и показывали вот этой передачи черепа, вот череп обычного человека, да, а вот череп великана. Мы видим еще, этот череп в два раза больше. Вот, то есть там у него и мозгов в два раза больше. Александр, по поводу шести пальцевых, шести пальцевых, да, на руках и на ногах, вообще-то говоря, есть описание, и достаточно серьезное описание. Ну, вы, наверное, знаете, да, что у Сталина было шесть пальцев? Не знаете? Нет, наоборот, у него, я знаю, на ноге был меньше, у него палец, один был срочийся, из-за этого он ходил прихламывая. Нет, у него было шесть пальцев на ноге, и у него было, да, на ноге, и он не снимал, поэтому никогда, в принципе, сапоги. Вот, и у него было, это перепонки были, и это абсолютно четкий показатель того, что он пришел оттуда, снизу. Это не шумит, и это, ну, отсюда мы можем делать выводы. Есть описание, действительно, есть, это, конечно, у нас в аналах истории трудно найти, но кое-где это есть. Это первое, а вот если шесть пальцев на руке, то это знак позитивный, это знак исключительности, исключительности. Вот на ноге нет, а на руке да. Поэтому, на всякий случай, если вы хотите, потом мы с вами поговорим, я вам скажу, где это посмотреть, почитать. Вы знаете, я один у вас видел передачу, но извините, здесь тоже, я говорю не о личных наблюдениях, а о том, что я видел по телевизору. На канале своим ходом, там показывали какого-то бурятского шамана, вот, и думаю, так смотрю, вижу какой-то типа, как примитивный человек, думаю, ну, сейчас он, наверное, начнет какую-то чушь говорить. Вот, и вдруг он рассказывает, и я вижу, что это интеллигентный человек, который весь мир объездил и столько знает, вот, он сказал, обычно шаманы выбирают те, у кого было шесть пальцев, и они незаметно, как вот наехали на его руку, показали, и у него было шесть пальцев, но не лишний мизинец, да, как обычно часто представляют, а у него был сдвоенный большой палец. Вот так вот. Это показатель, да, это показатель исключительности, и шаманы, есть такой, Билолда, его зовут, он написал очень много книг, если интересно почитать, это, ну, не в нашей, не наши шаманы, а очень интересно он описывает, это практически неизведанные какие-то вещи, то есть наши там, скажем, это все, ну, отголоски, почему-то так говорится. Вот, значит, ну, вот результаты экспедиции, то, что мы нашли Дельмен, вот, и мы осмотрели эти пещерные храмы, и мы пришли к выводу, что в Тельцапите, в библейском гате, люди долгое время, может быть, тысячи лет, как минимум, проживали рядом с великанами, возможно, много от них научились. Вот, к сожалению, опять же, мы уже увидели Дельмен, значит, мы точно можем сказать, история о Голиафе, скорее всего, правда. Опять же, ну, если говорить, придираться к мелочам, да, может, у него кольчуга весила там не 100 килограмм, а только там 90 или даже 50. Ну, смотрите, мы говорим о библейских преданиях, это не значит, что нужно придираться к каждой мелочи, да, и копье весило там не 11 килограмм, а 10 килограмм, но это ерунда. Но сам факт того, что в Гате жили великаны, это его, несомненно, можно считать потрожденным. Вот. А сегодня там живут? Сегодня там никто не живет. Сегодня там археологический парк, сегодня там идут раскопки. Одно время, скажем, там жили крестоносцы, поскольку это, я говорю об 11-12 веках, там был замок небольшой, это местность очень высокая, юг Израиля, он довольно плоский, вот на нем есть несколько возвышенностей. Вот, во времена крестоносцев там был замок. Вот, самый обычный замок, ничего, так сказать, примечательного в нем нет. У меня, кстати, вот у нас Нонна живет в Кириат-Гате, ваша садись. Да, практически соседи. Соседи. Вот. До Тельцапита она легко может доехать за полчаса. С Фати, между прочим, я тоже был. там, конечно, вверх-вниз, вверх-вниз, довольно сложно там, скажем, передвигаться неподготовленному человеку, город, он же на склоне, да, на склоне расположен. но там почему-то очень много, я не знаю, почему, но мне рассказывать, я просто забыл, там много художников. Смотрите, просто там атмосфера к этому располагает. На экскурсии, да. там много галерей, там много художников, много всяких художественных промыслов. Просто к этому располагает атмосфера. Понятно. Хорошо. Александр, ну, мы, как я полагаю, временно, временно, я бы сказал, закончились масонством, правильно? Галопом по Европам пробежал. Ну да, смотрите, четыре лекции, вот, это я показал, показал все основное. Да. Я предлагаю, может быть, в следующий раз поговорить про Таро. Вот. Давайте это интересно только немножко сменить тему. Почему, к примеру, вот Таро, оно достаточно популярно в Израиле. Допустим, вот у меня есть знакомая хорошая, ее довольно часто приглашают в Израиль, Эльза Хапотниковская, на встречи с Тарологами, лекцией. У нас скоро будет всеизраильская встреча Тарологов 4 декабря. Вот. Ну, вызывали, да, популярно Таро. Вот. Могу рассказать несколько колод Таро, которые я сделал. Вот. Я как бы выступал их продюсером. Вот. Могу рассказать несколько, скажем, вот интереснейшие, интереснейшие колоды, которые вы практически нигде не увидите, которые мои друзья сделали. Вот. Я общаюсь, так сказать, в этом мире Тарологов. Таро связанные с Кабалой. Очень интересные. Я как сказать, знаю вот то, что я сделал, да, сам знаю. И есть колоды, которые сделали мои друзья. Я знаю из первых рук, как они создавались. И могу про них рассказать, это будет очень интересно. Вот у меня передо мной две колоды, которые связаны с Кабалой. Чрезвычайно интересные. Ага. А вот часто ли вы сами пользуетесь этим инструментом, скажем? Нет, вы знаете, не часто. Нет? Почему? Ну, как сказать. Я не могу это объяснить. Не то, что я говорю, нет, нет. Иногда я воскладываю колоду, но не так, чтобы это было мое ежедневное занятие. Скорее, редко. Причин, нет к этому каких-то особых причин. То есть, никаких ограничений я себе не ставлю, просто, но если появляются какие-то проблемы, решай без помощи. Смотрите, можно все-таки сказать, что очень трудно выбрать верную колоду. Вот у меня много, у меня целая коллекция колод, и каждая колода, она соответствует одной или другой проблеме, какому-то слою проблематики. Вот смотрите, верный признак таролога шарлатана, у него на все одна или две колоды. Это знаете, как вы пришли к врачу, да, а у него только термометр, и кто к нему пришел, он всем только или термометр ставит, или давление меряет. Стетоскоп. Или у него Вы отедите себя стетоскоп, и сразу скажут, вот доктор идет. Да, вот этот человек, колода Марсельская или Рейдер Рейдер, вот говорит, это таролог. Нет, у настоящего таролога десятки колод, и нужно каждый раз хорошо почесать в затылке, чтобы выбрать, какая колода подходит к данной ситуации, какая колода решает данную проблему. Ну, я хочу нашим радиослушателям все же сказать о том, что у нас была попытка, попытка поговорить насчет Таро, но связь была совсем плохая, помните, да, Александр, несколько лет назад. Да, с этого времени все-таки немножко связь в нашем ой не улучшили. Она не немножко, она замечательная, у нас еще не было, слава богу, ни разу не прерывалось, вас видно и картинка, все. в следующий раз только вы телефон свой так сказать направьте на колоду, чтобы можно было А, ну, пожалуйста, я положу здесь колоды, я все это вам буду показывать, вот, то есть... Вы заодно и погадаете кому-нибудь. Ну, если будет на это специальный запрос. Ну, да, для этого вам надо сделать запрос. Надо ли гадать кому-то. Ну, если кто-то попросит, вы думаете, у нас вот совсем скоро начинается затмение, 19 ноября, в частности, коридор затмения, ну, люди хотят знать, наверное, как вести себя, есть специфические группы, скажем, по знаку зодиака, которые будут серьезно подвержены влиянию. я уже, смотрите, за оставшиеся несколько минут уже рассказать не успею. Сегодня не надо. Это вы обозначаете, что будет в следующий раз. лунное затмение это не хороший знак для евреев, однако, если евреи соблюдают то и заповеди, то им не о чем беспокоиться. Это я слышал лично от Коломызского Рэбе. А он откуда это взял? Из трактата Шаббат, комментарии ваши. Вы знаете, мне как-то больше уже не знаю насчет того, хорошо или плохо это именно конкретно евреям, но конкретным четырем знаком, не то, что хорошо и плохо, нет такого понятия хорошо или плохо, это как мы себе это видим, они будут находиться под влиянием действительно этих энергий. Ну, это мы завтра поговорим, но тем не менее завтра у нас астрологическая программа. Ну, а с Александром Рыбалко, дорогие друзья, мы встретимся в понедельник, следующий понедельник, напомню, это 14 часов по извальскому времени, 15 часов по московскому и в 6 часов, если кто-то встанет в такой вань, в 6 часов больше как в самом времени. Да. хорошо. Хорошо, Александр, я надеюсь, мы скоро появимся на где, на радио или на телевидении? Вы ведете это? На радио, на радио. На радио. Пока на радио. Все верно. Хорошо. Всего доброго, дорогие друзья. До свидания. Встречаемся мы с Софией Бланк скоро в следующей передаче. Пока. До свидания.